Детское радио представляет Сказки народов мира Слышите? А вот и наш петушок прилетел Да-да, тот самый знаменитый гальский петух Его можно встретить повсюду во Франции На гербах городов, на спортивных наградах, на крышах зданий Смотрите, уселся на жердочке Значит, сейчас будет рассказывать истории Одна другой забавнее На этот раз о том, откуда появились совы Жили-были старик со старухой Старик рыбачил на реке целыми днями А жена его пряла шерсть, довязала Однажды старик забросил невод И попалась ему рыба Такая огромная, что вытащить ее из воды нельзя было Старик и помыслить не мог о такой удаче Шанс значит удача, везение И в русском языке есть такое слово Шанс А по-французски оно звучит шанс Это удача поймать такую рыбу Подумал старик А вытащить ее не может Было у него с собой старое ружье Да без пуль А шел старик два крепких желуди И ими выстрелил в рыбу Подпрыгнула она И упала в воду Побежал старик звать старуху Чтобы вдвоем вытащить добычу Прибегают они на берег А рыбы нет Вместо нее поднялись со дна два дуба Своими верхушками в небеса упираются Старик и говорит Не зря они тут выросли Эта владыка неба Нас в гости к себе зовет Иди старуха к нему наверх И попроси хлеба Пришло стой на дуб лезть Поднялась она на самое небо А там перед вратами стражник стоит И дальше ее не пускает Ты куда, спрашивает Если просьба есть Изложи ее мне Я передам Велит стражник Э нет, закричала старуха Коль я в такую высь забралась Так уж самого небесного владыку Видеть хочу Поговорить наедине Тет-а-тет Значит наедине Дословно с французского переводится Голова к голове Тет- это голова Разговор двоих беспосторонних Как раз и происходит Тет-а-тет Наедине Тет-а-тет С небесным владыкой Ну уж нет Возмутился стражник Услышал шум сам владыка Вышел за врата Старуха обрадовалась Говорит ему Пришла я с большой просьбой Старые мы с мужем стали Нет сил у нас работать Дал бы ты нам хоть хлеба немного Хозяин неба Пожалел стариков И пообещал Что впредь те Будут есть Досы-то Вернулась старуха домой А там на столе Румяный хлеб Жаром пышет С этого дня Забыли старые Что такое голод Жили они Так жили И однажды Старик говорит Все хлеб да хлеб Нет чтоб мясо нам послать Иди-ка старуха К нашему владыке Попроси его об этом Вновь отправилась Старая К хозяину небес На этот раз он встретил ее Не так ласково Но просьбу все же выполнил Стали более сыто жить старики Только вот беда Изобилие до безделья Плохи в жизни советчики Еда и питье это хорошо Говорит старик однажды Но ведь я большего заслуживаю Иди старуха К владыке нашему Попроси его Уступить мне свое место На один денек Хочу я на троне посидеть Не успела старуха На нижнюю ветку дуба влезть Как услышала сверху Голос владыки Мэтр Это слово как раз означает Такого важного человека У которого есть власть Или знание В русском языке Тоже прижилось Это французское слово Мэтр Владыками вы станете Хорошо Ответил выслушав Просьбу старухи Небесный повелитель Да только Ночными От удивления Старуха рот открыла И сказала Ух И тут же превратилась В сову Прилетает в свой домишко А там другая сова сидит Очень похожая на старика И тоже вздыхает Ух От позора Улетели они в лес И днем теперь Даже не показываются Вот теперь и вы знаете Откуда совы взялись Ну а петухи Благородные птицы Им не читам На этих словах Петух-сказочник Взмахнул крыльями Да и полетел По своим делам Повторяем Запоминаем Пришло время Повторить то Что мы сегодня узнали Удача Везение На французском языке Шанс Признанного мастера Учителя по-русски Называют мэтром А во Франции Мэтр Еще и господин Владыка Если вы хотите Поговорить с кем-то наедине По-французски По-русски Это Тет-а-тет Сказки Народов мира Франция Сказки Гальского петуха